Ответственность за исход битвы под Курском падет на плечи немецкого фельдмаршала Эриха фон Манштейна и русского генерала Николая Ватутина. Это будет битва полководцев. Ватутин против Манштейна. В начале февраля 43-го года Красная Армия одержала свою первую великую победу в этой войне под Сталинградом. Немецкая 6-я армия капитулировала, потеряв четверть миллиона людей, включая 90 тысяч пленных. Бои шли уже среди развалин Сталинграда. Немцы окончательно убедились, что имеют дело с грозным противником. Но через месяц немецкие войска предпынили контрнаступление на юге. Они разгромили три русских армии и вновь взяли Харьков, четвертый по величине город Советского Союза. Буквально за сутки боевой дух немцев вновь окреп. Эти успехи во многом были заслугой фельдмаршала Эриха фон Манштейна. Манштейн был убежден, что с армией, уступающей по численности Красной Армии, наибольший шанс на успех заключается в введении мобильной войны. Когда в марте 43-го был взят Харьков, Манштейн хотел продолжить наступление, не давая русским опомниться. Но Гитлер теперь вмешивался во все военные операции. Он приказал остановить наступление. Гитлер был уверен, что теперь удача будет к нему благосклонна. Он решил начать решающее наступление в первой половине 43-го года. Его внимание привлек выступ 100 миль глубиной вокруг города Курска, к северу от Харькова. Он намеревался предпринять одновременно две атаки, с севера и с юга. Гитлер хвастливо заявлял, что победа под Курском будет сиять, как яркий луч света, и что она ознаменует начало нового триумфального этапа в войне против России. Но вскоре советская разведка узнала о планах Гитлера. Красная Армия стала готовиться к отражению наступления. Одна из восходящих звезд Сталина, генерал Николай Ватутин, отвечал за оборону южной части Курской дуги. Его непосредственным противником становился сам фон Манштейн. Харизматический Эрих фон Манштейн и решительный Николай Ватутин используют весь свой боевой опыт. Один, чтобы выполнить чистолюбивые планы Гитлера, другой, чтобы их разрушить. Эрих фон Манштейн, урожденный Эрих Левинский, появился на свет в 1887 году. В младенческом возрасте его усыновила семья аристократов фон Манштейн. Он получил их имя. Он рос в привилегированном обществе. Он начал службу в немецкой армии в качестве пехотного офицера-кадета. Потом началась Первая мировая война. Манштейн проявил себя с самой лучшей стороны. Сначала как офицер штаба, потом как пехотный командир на Западном фронте. В период между войнами он зарекомендовал себя как чрезвычайно способный командир. В 1936 году он получил звание генерал-майора. В 1939 году, во время вторжения в Польшу, Манштейн стал начальником штаба фельдмаршала Герда фон Рунштетта. Именно Манштейн спланировал и осуществил вторжение немцев во Францию через Ордене в мае 1940 года, явившийся для французов полной неожиданностью. В России проявились не только его незаурядные способности военачальника, но и склонность к неординарным решениям. 11 июля 1942 года, после успешных действий в Крыму на Восточном фронте, фон Манштейна было присвоено звание фельдмаршала. Он не успел помочь 6-й армии в Сталинграде зимой 1942 года. Но в марте 1943 именно он с его решительностью и энергией снова взял Хайков. Николай Федорович Ватутин родился в 1901 году в семье крестьянина. Он рос в тяжелых деревенских условиях царской России. Вскоре после Первой мировой войны он вступил в Красную армию. Начался путь от простого солдата до военачальника. Ватутин стал восходящей звездой Красной армии. На Сталина произвели впечатление его способности. Как бы то ни было, репрессии конца 30-х миновали Ватутина. Он зарекомендовал себя как незаурядный штабной работник и как безжалостный командир. В 1941-м Ватутин являлся начальником оперативного штаба в Ставке Верховного Главнокомандования. Он был одной из ключевых фигур во время разгрома немцев под Москвой. Потом Ватутин был назначен командующим Воронежским фронтом. Он принял участие в контрнаступлении, которое привело к разгрому немецкой 6-й армии под Сталинградом. Ватутин принадлежал к новому поколению русских командиров, которые верили в концепцию стратегической обороны. Русские как бы вбирали в себя наступающих немцев, а потом устремлялись в неудержимое контрнаступление. Ватутин считал, что эта стратегия скажет свое слово и у Курска. Сходя именно из этого принципа, Ватутин и его штаб начали составлять план операции. В конце весны 1943 года по обе стороны линии фронта начали стягиваться противостоящие силы. И Ватутин, и Манштейн знали, что от предстоящей битвы во многом будет зависеть исход войны. Весной 1943 года Гитлер пришел к выводу, что после катастрофы под Сталинградом необходимо предпринять мощное решительное наступление на Восточном фронте. О том, насколько важен был успех этого плана для Гитлера, можно судить по его словам. Когда я думаю об этом наступлении, у меня внутри все переворачивается. По плану немцев, все должно было начаться с массированных артиллерийских и воздушных бомбежек Курской дуги. Потом 9-я армия с севера и 4-я бронетанковая армия с юга должны были предпринять одновременное наступление и смять русскую оборону. У Курска им предстояло перегруппироваться и направиться на северо-восток, к Москве. Манштейн, как командующий группой армии Юг, отвечал за южный удар. У него были сомнения по поводу стратегии Гитлера. В первую очередь они касались решения фюрера отложить наступление и заняться наращиванием бронетехники. К июлю 43-го у Гитлера был почти 1 миллион человек, 2700 танков, 3000 артиллерийских единиц и 1800 самолетов. Однако Советы превосходили немцев в два раза по количеству людей. Более чем в два раза по танкам и другим бронированным средствам. Наземные войска были готовы поддержать 3500 самолетов. Недели, которые ушли на подготовку к сражению, активно работали средства связи. Они помогли Советам получить отчетливое представление о планах немцев. Большая часть разведданных основывалась на информации, полученной из Блетчли Парк в Англии, где удалось разгадать секретные коды машины «Энигма». Эти сведения были посланы Иосифу Сталину и Советскому Верховному Командованию. Сталин всегда предпочитал обороне наступления. Поэтому он потребовал предпринять под Курском превентивное контрнаступление. Маршал Георгий Жуков, начальник штаба Красной Армии, выразил свое несогласие. В своем письме Сталину он заявил, что превентивное наступление под Курском может привести к катастрофе. Он настаивал на оборонительной стратегии. Сталин согласился, и Жуков немедленно приказал всем командующим, включая Ватутина, заняться созданием мощной оборонительной системы. Ее остатки можно видеть и сегодня. Была проложена железная дорога, чтобы доставлять людей, оружие, боеприпасы, продовольствие. Ее длина составляла более 60 миль, но сделали это за каких-то 30 дней. Тысячи танков двигались сюда прямо с заводов за тысячу миль от Курска. Сюда доставляли и экипажи танков. 300 тысяч советских граждан принимали участие в рытье окопов и укрытий. Их общая длина составила 3500 миль. Советское Верховное Командование расположило вдоль оборонительных линий пехотные и танковые соединения. Перед ними были заложены полмиллиона мин. Они располагались настолько плотно, что русские шутили, Герингу не просунуть между минами даже один свой орден. Ватутин намеревался превратить Курскую Дугу в крепость. И использовать всех имевшихся в его распоряжении солдат и оружие. Центральный фронт занимался обороной Севера. Воронежский фронт Ватутина — обороной Южной части Дуги. Резерв, Степной фронт, должен был оказывать помощь за тремя основными оборонительными линиями, которые разделяли от 10 до 15 миль. Целовая оборонительная линия защищала основание Дуги, за которым находился еще один резерв. Авиа- и бронетанковые соединения были готовы в нужное время предпринять контратаку. Наманштейна и других командующих произвел большое впечатление русский танк Т-34. Но они были намерены противопоставить ему свою новинку. Сначала немецкие конструкторы танков посетили Восточный фронт, чтобы изучить Т-34. Было потеряно много времени, и лишь в мае 43-го с немецких сборочных конвейеров сошел танк, который должен был явиться главным конкурентом Т-34. Это был танк «Пантера Т-5». Как и у Т-34, у него была пологая броня, он был снабжен 75-мм пушкой и двумя пулеметами. Гитлер хотел, чтобы в операции «Цитадель» участвовало как можно больше «Пантер». В результате, наступление на Курск было еще раз отложено. В планы Гитлера входило также использование еще двух новинок. Одной из них являлся «Грозный Тигр Т-6» с 80-мм пушкой. Впервые он был использован в Тунисе в начале 43-го. «Тигр Т-6» с его 80-мм пушкой был самым мощным и большим из существующих танков. Другим новым оружием Гитлера было тяжелое самоходное штурмовое орудие «Фердинанд». Оно было снабжено гусеницами «Тигра» и 88-мм пушкой. Но танковое сражение не должно было ограничиваться наземными действиями. Обе стороны намеревались вести бой и в небе с использованием самолетов, способных уничтожать бронетехнику. Немецкий самолет «Штукер» Ю-87, снабженный двумя 37-мм пушками, должен был поддержать танки Монштейна. Он был способен уничтожить любой советский танк. Танковые силы «Ватутина» полагались на штурмовик Илюшина Ил-2. У него тоже имелась 37-мм пушка. Немцы побаивались его и называли «Черной смертью». В начале июля 43-го года две армады были готовы к битве. Солдаты с той и с другой стороны понимали, что это сражение будет иметь решающий характер. К июлю 43-го Гитлер сосредоточил большую часть своих элитных дивизий для наступления на Курск. Войска Монштейна включали в себя подразделения СС, отличавшиеся особой жестокостью. Возглавляемые Генрихом Гиммлером, они стали главной опорой вермахта на Восточном фронте. Подразделения СС имели прямое отношение к чудовищным зверствам. Накануне сражения под Курском, боевой дух СС и немецкой армии в целом был как никогда высок. Они были уверены в превосходстве немцев. Убеждены в том, что их техника, тактика, взаимодействие окажутся русским не по зубам. И все же немецкие солдаты понимали, что Курск будет еще одной кровавой бескомпромиссной битвой. Подобно многим другим на Восточном фронте. Русские солдаты были уже далеко не те незрелые, неопытные бойцы 41-го года. Опыт Сталинграда и других недавних боев сделал их куда более уверенными в своих силах. Движимый ненавистью к Германии, солдат-красноармеец был решительным, крепким, готовым к любым крайностям русского климата. Советский солдат более чем когда-либо был полон решимости доказать, что потери, которые он понесет летом 43-го, будут не напрасны. Среди русских солдат, готовых вступить в бой с немцами у Курска, были и женщины. В Красной Армии женщины входили в боевые подразделения, включая пехоту, танковые войска и авиацию, а также в части связи и медперсонал. Красная Армия по-прежнему придерживалась суровых мер наказания. За нарушение дисциплины и трусость, солдаты посылались в штрафной батальон, который потом отправлялся в атаку только для того, чтобы принять на себя главный удар неприятеля. Эта жестокость была присуща войне на Восточном фронте. В равной степени обеим сторонам. Ранним утром в воскресенье 4 июля 43-го года 2700 танков немецкой 4-й бронетанковой и 9-й армии заняли исходную позицию перед началом наступления. Обе стороны были готовы начать одно из крупнейших сражений Второй мировой. Для Эрика фон Манштейна и Николая Ватутина начиналась битва полководцев. Ранним утром в воскресенье 4 июля 43-го года немецкие войска были готовы начать наступление на Курскую дугу. Свыше тысячи немецких орудий и ракетометов открыли огонь по русским позициям. Одновременно начала бомбежку армада самолётов. В три часа дня, пока бомбардировка и обстрел продолжались, бронетанковые и пехотные подразделения Манштейна начали предварительное наступление. Его целью было установление постов наблюдения, необходимых для того, чтобы вести артобстрел главных оборонительных позиций Ватутина. На следующее утро, 5 июля, танки Манштейна ждали начала основного наступления. Они не знали, что разведке Ватутина уже было известно точное время начала наступления немцев. Танковые и пехотные дивизии стояли на исходных позициях. Но по другую сторону русские готовились открыть огонь. За 10 минут до ожидаемого наступления открыли огонь 600 орудий и миномётов Ватутина. Курское сражение началось. Немецкая артиллерия открыла огонь точно в назначенное время. В наступление пошла 4-я бронетанковая армия Германа Хоттера. В качестве боевого порядка Манштейн избрал панзеркиль, или бронетанковый клин с моторизованной пехотой у основания, с пантерами, танками Т-4 по флангам и остриём из тяжёлых тигров и фердинандов впереди. Из-за беспрерывного огня русской пехоты, противотанковых орудий и артиллерии, потери Манштейна всё увеличивались. А интенсивность огня русских не уменьшалась. Затем Ватутин повёл свои танки в контратаку. Манштейн отдал приказ своим войскам идти вперёд. Одновременно на севере дуги начинала наступление немецкая 9-я армия. Её поддерживали массированный артобстрел и бомбардировка с воздуха. Предполагалось прорваться сквозь северо-восточную часть дуги и соединиться с войсками Манштейна, замкнув Курск в кольцо. Но, как и Манштейн на юге, 9-я армия столкнулась со стеной русского огня. Продвижение было крайне медленным и кровавым. С обеих сторон активно действовала авиация. Немецкая 9-я армия пыталась преодолеть нарастающее сопротивление советских войск. На юге наступление Манштейна тоже начало давать сбой. В обороне Ватутина, превосходно расположенной, практически непробиваемой, удавалось уничтожать пантер и танки Т-4 в центре атакующего клина 4-й бронетанковой армии. Среди бронетехники, пытавшиеся проникнуть вглубь обороны Ватутина, угрозу могли представлять разве что Тигры и Фердинанды. Германская тяжелая бронетехника рвалась вперед. На нее встретил огонь противотанковых батарей и орудий, каждая из которых имела свое пехотное подразделение. Танки Манштейна встречал шквальный огонь. Одно русское орудие, прежде чем оно вышло из строя, уничтожило 15 танков. В поле битвы у Курска начало покрываться уничтоженными немецкими танками. Сдерживая наступление Манштейна, Ватутин тоже нес значительные потери. Но он мог рассчитывать на подкрепление, которое, казалось, не может иссякнуть. Немецкое наступление на севере и юге теряло остроту. Ватутин и другие командующие начали бронетанковые контрнаступления. Им оказывали поддержку свежие пехотные дивизии и мощный артиллерийский огонь. К 10 июля наступление немцев на севере было остановлено. Девятая армия Моделя за 5 дней продвинулась лишь на 5 миль, и то огромной ценой. Потери с обеих сторон достигли невероятных размеров. Но на юге Манштейн проник на 20 миль и по-прежнему двигался по направлению к Курску. Сейчас, когда его танки шли вперед, Манштейн верил в то, что он все еще может выиграть сражение. Курское сражение продолжало разгораться. Ватутин разворачивал дополнительные резервы, чтобы остановить Манштейна. Но теперь даже мощные бронированные «Тигры» и «Фердинанды» то и дело попадали в ловушку. Экипажи бронетехники Манштейна попадали в плен к противотанковым подразделениям Ватутина. В мере того, как становилась ожесточеннее битвы на Земле, все более неистовый характер принимала и схватка в воздухе. Как и на Земле, это был бой с открытым забралом. Но русским удавалось возмещать потери. Особенно большой урон наносили германской бронетехнике советские штурмовики. Их тактика становилась все более действенной. Используя метод, известный как «Змея», штурмовики атаковали танки с флангов, когда они ждали начала наступления. Штурмовики были поистине грозой для танков. К 12 июля наступление Манштейна начало замедлять ход. Но его войска по-прежнему двигались в направлении деревни Прохоровка. Русская 5-я гвардейская танковая армия, которую Ватутин держал в резерве для запланированного контрнаступления, была последней линией обороны против танков Манштейна. Манштейн считал, что если он прорвется сквозь русские оборонительные линии перед Прохоровкой, победа окажется вполне реальной. Ватутин, понимая опасность ситуации, направил 5-ю гвардейскую танковую армию в бой. Вскоре, две бронетанковые армады начали жестокую битву. То, что происходило рядом с Прохоровкой, было величайшим танковым сражением в истории. Противники устремлялись друг на друга подобно средневековым рыцарям. Танки Манштейна приблизились к последним оборонительным линиям Ватутина. Это была последняя решающая атака. Ватутин посылает в бой остаток резерва. На поле боя царит неистовство уничтожения. Русские Т-34 и немецкие танки, кажется, исполняют некий танец смерти. Стрельба ведется с расстояния в 100 ярдов, иногда с расстояния в длину ствола. Даже сверхзащищенные «Тигры» получают тяжелые повреждения. Сотни горящих на поле боя танков превратили день в ночь. Урожение продолжается 12 часов. На фронте в 8 миль дымятся более 700 немецких и русских танков. Несмотря на тяжелые потери, Ватутин остановил Манштейна. И не только остановил, но и получил возможность преследовать его. Ватутин чувствовал, что победа не за горами. Пришло время крупного советского контрнаступления. В воздухе его обеспечивают грозные штурмовики, а на земле – артиллерия. Несмотря на тяжелые потери, Ватутин продолжает теснить Манштейна. То же самое происходит с севернее Курска. Немецкая 9-я армия вынуждена отступать. Советское контрнаступление, имеющее кодовое название операции Кутузов, сводит на нет все, чего достигли в результате своего наступления немцы. Курская дуга оказывается полностью очищенной от немцев. Генералы Гитлера дают ему понять, что сражение под Курском обернулось для них горьким поражением. Его мечты о том, чтобы вернуть инициативу на Восточном фронте, так и остались мечтами. Русские продолжают атаковать и днем, и ночью. В начале августа Ватутин предпринимает новое контрнаступление. Операция румянцев началась сразу же после массивного артобстрела и бомбардировки с воздуха. Вскоре на пути русских войск все было смятено. 6 августа был освобожден Белгород, 21-го, Харьков. Силы Ватутина продолжали теснить немцев на запад. Монштейн и его солдаты начали понимать, что победа над Советским Союзом теперь невозможна. На горизонте маячит абсолютное поражение. Под Курском немцы потеряли более 100 тысяч человек, 800 орудий, 1200 самолетов и 2500 танков. Это были потери, которые они не могли себе позволить. Более того, тысячи немецких солдат оказались в русских лагерях для военнопленных. Для них победоносное шествие 1941-го было далеким воспоминанием. Потери русских под Курском были еще больше. Более четверти миллиона убитых и приблизительно 650 тысяч раненых. Но в отличие от немцев, они располагали почти неиссякаемыми людскими резервами. К тому же советская военная промышленность продолжала опережать немецкую промышленность. Несмотря на то, что под Курском против ненавистного врага сражались Манштейн и другие ведущие полководцы, Гитлер проиграл одну из самых важных битв Второй мировой войны. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Даже он сам понимал теперь, Теперь, что на Восточном фронте, фортуна ему окончательно изменила. Теперь Ватутин и Красная армия могли начать свой триумфальный марш в столице нацистов, Берлин. После Курска Эрих фон Манштейн продолжал искусно руководить операцией отвода войск. Он по-прежнему критически относился к стратегии Гитлера и, по крайней мере, трижды говорил Гитлеру в лицо, что некоторые его идеи нелепы. В марте 44-го Манштейн был отправлен в отставку. В мае 45-го он сдался британской армии. В 49-м году он предстал перед военным трибуналом в России и был приговорен к 18-ти годам тюремного заключения. В 53-м году Манштейн был освобожден. Он умер в 73-м году. Теперь он считается самым выдающимся немецким генералом Второй мировой войны. Николай Ватутин успешно действовал и после Курска. Он начал с освобождения Харькова. Его репутация росла. Но 29-го февраля 44-го года Николай Ватутин был убит украинскими националистами. Так трагически закончилась жизнь одного из лучших командующих Сталина. Немцы возлагали на сражение под Курском большие надежды. Но оно положило конец гитлеровской инициативе на Восточном фронте. Отныне Германия и ее союзники перейдут к обороне. Они будут терпеть поражение за поражением. Для Эриха фон Манштейна Курск был суровым, но предсказуемым поражением. А для Николая Ватутина – триумфальной победой над грозным противником. Фильм озвучен телекомпанией РЕН-ТВ Германия и РЕН-ТВ Субтитры создавал DimaTorzok